Перенесемся в Германию. Канцлер страны Ангела Меркель выступила на последнем перед парламентскими выборами заседании Бундестага. В своей речи политик поддержала кандидата от христианско-демократического и христианско-социального союзов Армена Лашета. Это вызвало неоднозначную реакцию депутатов. Блок Ангела Меркель продолжает терять симпатии избирателей, при этом популярность набирают социал-демократы. Их кандидата Олафа Шольца немецкая пресса называет будущим канцлером. Шольц уже заявил о том, что хотел бы составить правительство из левых партий, прежде всего вместе с зелеными. А если в коалицию войдет еще и партия Делинки, то это будет абсолютно левое правительство. За предвыбранной гонкой в Германии следит корреспондент Артвей Сурен Мативасян. С нами на прямой связи из Берлина. Сурен, приветствую тебя и передаю слово. Приветствую наших телезрителей. Действительно, сегодня в своем последнем выступлении в Бундестаге канцлер Ангела Меркель подвела итоги деятельности парламента и правительства последнего созыва. Она говорила об экономическом возрождении после пандемии, которая сейчас, по ее словам, переживает Германия. Ну и, конечно, она коснулась темы выборов. Выборы пройдут через 19 дней. И СМИ уже назвали ее поведение, ее выступление неким вмешательством в предвыборную кампанию. И она, собственно, уже не один раз за последние дни поддержала, прямо поддержала кандидата своего преемника Армена Лашета. Который, кстати, судя по опросам, очень сильно теряет в рейтинге. И также Ангела Меркель раскритиковала кандидатов к канцлеру от СДПГ Олафа Шольца. Давайте посмотрим яркий фрагмент выступления Ангела Меркель на последнем пленарном состязании Бундестага. Через несколько дней гражданам нужно будет сделать выбор. Либо правительство социал-демократов и зеленых, которое получит поддержку левых, или, по крайней мере, ее не исключает. Или, я просто говорю правду, по крайней мере, ее не исключает. Либо правительство ХДС ХСС под руководством Армина Лашета. Правительство, которое поведет нашу страну в будущее. Вот Армин Лашет, собственно, сам, чувствуя поддержку, Меркель тоже выступил сегодня в Бундестаге. И тоже обрушился на возможную коалицию зеленых и СДПГ, и, возможно, партии Дилинки. Это еще не решено. Давайте послушаем. Боюсь, что если нашей партии не будет в правительстве, когда у вас не будет канцлера, который о вас заботится, вы опять наберете долги и увеличите налоги. Чем ближе выборы, тем сильнее эмоции. И результаты опросов сейчас позволяют даже делать некие прогнозы. Интересно, кстати, что рейтинг ХДС ХСС впервые такой низкий с 1949 года, практически чуть больше, чем за 70 лет. Давайте посмотрим как раз на график с результатами опросов. Рейтинг продолжает падать у ХДС. Теперь христианский блок уступает 4,5% социал-демократам, у которых сейчас самый высокий потенциал. Если бы выборы прошли в минувшие выходные, то социал-демократы набрали бы целых 25%. Замыкает тройку лидеров партия зеленых 16,5%, по некоторым данным, 17%. Левые всего набрали бы всего 7%. Но, несмотря на это, они могли бы войти в правительство об этом чуть-чуть позже. Самый вероятный кандидат в канцлеры сейчас это Олаф Шольц, кандидат от партии СДПГ. Он занимает два важных поста в правительстве. Он вице-канцлер и министр финансов. То есть, по сути, второй человек после Меркель. Сейчас СДПГ и ХДС ХСС совместно составляют черно-красную правящую коалицию. Но то, что этой коалиции больше не будет, об этом неоднократно заявляют представители обеих партий. О желании создать коалицию с зелеными Олаф Шольц впервые высказался прямо позавчера на встрече с избирателями в Лейпциге. Давайте послушаем. Если ХДС, ХСС и дальше будут руководить правительством, это будет грозить Германии потери благосостояния и рабочих мест. Мне кажется, нужно перестать спекулировать. Мы знаем точно, не мы одни будем управлять страной. И когда мы говорим о том, с кем бы мы больше всего хотели создать коалицию, то это зеленые. Я могу себе это очень хорошо представить. А потом посмотрим. Давайте посмотрим. Зеленые СДПГ получили бы почти 50% голосов. Это была бы, как говорят в Германии, красно-красно-зеленая коалиция. Ее как раз называют коммунистической. Маркус Зедер, другой топовый политик из ХДС, ХСС, также высказывался за то, что эту коалицию стоит, собственно, избежать. И об опасности такой коалиции сказал также Армен Лашид на встрече со своими избирателями в Потсдаме. Имея в виду, и вот он говорил про эту коалицию, прежде всего он все же имел в виду партию Делинки. Давайте послушаем, а потом разберемся. Эта партия хочет распустить НАТО. Они не голосовали за ни по одному акту о европейском единстве. Они хотят распустить ведомство по защите Конституции. Все это причины, по которым такая партия не имеет права быть в правительстве. Вот о чем речь. Войдут ли левые в правительство, действительно, это все же еще вопрос. Они же, очевидно, все-таки слишком радикальны для двух других партий. С ними будет сложнее договориться по внутренней и по внешнеполитическим вопросам. Например, левые выступают за выход из НАТО. Их программа максимума это вообще распустить НАТО как институцию. Пресса пишет, что левые в принципе не самый желательный союзник для красно-зеленого большинства. Ни Анна-Лена Бэрбок от «Зеленых», ни Армин Лашет, ни сам Олаф Шольц. Никто из них никогда еще не сказал, что готовы вступить в коалицию с левыми. Но предвыборная кампания продолжается. Результаты меняются практически каждый день. Мы остаемся здесь, продолжаем следить. И в следующий раз точно вам расскажем, войдут ли левые в правящую коалицию или нет. Будет так страшно или нет. Сурен, спасибо. Корреспондент РТВА в Берлине. Сурен Мативосян о последнем выступлении Меркель перед Бундестагом и предвыборной гонке в Германии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова